Вакцина профилактика Вы прекрасно знаете, что некоторые люди не хотят просто вакцинировать, потому что говорят, что вроде бы вакцинация является причиной развития аутизма, ДЦП у ребенка, отставания в нервно-психическом развитии и так дальше. Но это в принципе все неправильно. Как показывает практика, если в стране нет достаточного противоэпидемического эффекта и коллективного иммунитета, на планете будут развиваться эпидемии и пандемии. Вот видите, положительный противоэпидемический эффект ожидается при охвате вакцинации 95% населения и более. Если охвачено 50% населения вакцинации, противоэпидемический эффект отсутствует вообще. Естественно, все у нас имеет свои отклонения. У 5% населения планеты вообще существует генетически детерминированная неспособность организма отвечать выработку антител на введение какого-то вакцинального антигена. Это тоже, к сожалению, есть. Но для того, чтобы не возникало эпидемии и пандемии, население планеты желательно вакцинировать. Очень важным есть понятие так называемого коллективного иммунитета. Что это такое? Чем больше людей имеет иммунитет к болезни, тем меньшая вероятность возникновения заболеваний и развития эпидемии. Если создан достаточный коллективный иммунитет, он разрешает руководить эпидемическим процессом. Под коллективным иммунитетом подразумевается достаточный уровень иммунитета в коллективе, о чем это свидетельствует? Что идет прогрессирующее снижение заболеваемости, то есть возникают только единичные случаи. Уменьшается периодичность эпидемических волн. Вот сейчас, при COVID-19, которая эпидемия, пандемия мировая, которая сейчас есть, говорят, чем больше людей переболеет на данную инфекцию, тем быстрее образуется коллективный иммунитет и будет свидетельствовать, что будут возникать только единичные случаи данного заболевания. О степени достаточности коллективного иммунитета можно утверждать по определению содержания антител. Если титр антител составляет 1 к 64, считается, что коллективный иммунитет высокий, и данный титр можно выявлять у 83 лиц в иммунитете. Значит, касательно иммунизации. Вакцина-профилактика берет свои корни еще с 1798 года, когда Дженнер впервые опубликовал свою работу. Что он нашел? Вам уже на микробиологии, наверное, говорили, что люди, которые, женщины, которые работают с коровами, они не болеют на оспу, натуральную оспу. Он определил, что при исследовании содержимого аспина, если их вводить в организм человеку, он не болеет, у него вырабатывается иммунитет, и человек не будет болеть на натуральную оспу. Следующим последователем его учения стал француз Луин Пассер, который в 1880 году установил, что есть возможность образования штучного иммунитета, приведения ослабленных патогенных микроорганизмов в организм человека. Чтобы вы знали, первый завод по производству вакцин находился во Франции. И в современном мире существует то, что французские вакцины очень хорошие, потому что они первичные вакцины. Есть специфическая иммунопрофилактика. Что же это такое? Это защита организма от инфекции путем проведения профилактических прививок и введения иммунных сывороток или иммуноглобулинов в организм человека. Специфическая иммунопрофилактика может быть плановой и экстренной. Что такое плановая специфическая иммунопрофилактика? Это иммунопрофилактика, регламентированная приказами МОЗ Украины, ВОЗ и так далее. То есть это обязательная профилактическая вакцинация. Экстренная, она проводится при высоком риске заражения. Вот, например, сейчас проводится экстренная профилактика от COVID-19, потому что в мире существует пандемия, и чем быстрее мы создадим коллективный иммунитет, чем больше людей будет подвержено вакцинации, тем быстрее у нас формируется коллективный иммунитет. Теперь разберем основные понятия. Вакцинация – это образование искусственного иммунитета у человека путем ведения вакцин или анотоксина. Что такое ревакцинация? Это повторное ведение вакцин или анотоксина с целью поддержки искусственного иммунитета, который вы уже создали в организме. Существует понятие первичный вакцинальный комплекс. То есть это курс профилактических прививок, необходимый для образования базового иммунитета. Вот первичный вакцинальный комплекс при вакцинации коключ-дифтерия столбняк нужно ввести три раза для того, чтобы у нас образовался базовый иммунитет. Дальше идем. Вот регламентом Украины. Сейчас Украина работает по приказу номер 947 от 2018 года. В Украине заболевания, против которых подлежат обязательной вакцинации, это 10 заболеваний. Туберкулез, гепатит В, дифтерия, коклюш, столбняк, полиэмилит, гемофильная инфекция, корь, краснуха и эпидемический паротит. Сейчас поговаривают и вроде бы должны внести изменения до календаря прививок и обязательно будет введение пневмококовой инфекции. В Америке, например, к обязательной вакцинации относятся пневмококовая инфекция, ветряная ОСП, менингококовая инфекция и так дальше. То есть каждая страна имеет свой календарь вакцинации. В Украине он сейчас вот такой вот виден, как он выглядит. Вакцинации подлежат только здоровые люди. То есть если человек, у него пришел срок плановой вакцинации, если он полностью здоров, ему проводят вакцинацию. Нельзя вакцинировать людей, неимунных лиц, которые имели контакт, например, с инфекционным больным. Например, ребенку нужно проводить вакцинацию от кориепидпаратит краснухи, а он был в контакте с коревым больным. Нужно подождать, отложить вакцинацию на максимальный срок инкубации. Если ребенок не заболеет в этот период, дальше проводят ему плановую вакцинацию. Также после некоторых перенесенных заболеваний существует так называемое относительное противопоказание. Например, лица, которые перенесли вирусный гепатит А, им можно проводить плановую вакцинацию через 6 месяцев. Лица, которые болели на минго-кокковую инфекцию генерализованную, на вирусный гепатит В, на инфекционный иммунонуклеоз, подлежат плановой госпитализации через 12 месяцев. Плановая вакцинация также, вы должны знать, отменяется на период эпидемии. Вот, например, если есть эпидемия гриппа, все плановые вакцинации прекращаются, потому что и так человек может заболеть на грипп, а мы еще его будем вакцинировать. Противопоказанием к проведению профилактической вакцинации абсолютное – это только одно. Это тяжелое осложнение отведения предыдущей дозы или анафилактический шок в анамнезе. Это является абсолютным, одним, единственным противопоказанием для проведения профилактической вакцинации. Относительными противопоказаниями являются острые заболевания. Если пришла плановая вакцинация, и ребенок болеет, например, на грипп или пневмонию, она откладывается до выздоровления ребенка. Также, если человек получает иммуносупрессорную терапию, ему плановая вакцинация пока противопоказана. Врожженные комбинированные иммунодефициты являются противопоказанием до введения вакцинации, а также органические прогрессирующие заболевания нервной системы. Но все эти показания являются относительными. Какие же есть вакцинальные препараты? Значит, их очень много на рынке, и они делятся на атенуированные, инактивированные, химические, рекомбинантные, анатоксины. Другими словами, это вакцинальные препараты или живые, которые используются для вакцинации. Также есть моновакцины, ассоциированные, поливалентные и так дальше. Вот они все имеют преимущественные и недостатки. Атенуированные вакцины – это живые вакцины. Что это такое живая атенуированная вакцина? То есть она содержит вакцинальные штаммы микроорганизмов, но они ослаблены за своей вирулентностью. Сюда относятся вакцина от БЦЖ, воральная полимелитная вакцина, вакцина от кориепидпаратиты краснуха, ротовирусная инфекция. Какие их преимущества? Они имеют высокую иммуногенность, но есть и недостатки. Недостатком живых вакцин является то, что они очень неустойчивы к внешней среде. То есть при нарушении малейшего режима транспортировки и хранения вирулентные свойства, их иммуногенность снижается. Но у них преимущество – это высокая иммуногенность. Достаточно введения двух доз вакцины от КПК, и ребенок будет иметь стойкий пожизненный иммунитет. И точно так же от ротовирусной инфекции. В отличие от противопоказаний к введению живых вакцин является, это, во-первых, вилл-инфекция, злокачественное новообразование, беременность. Вот, например, если в семье есть человек, который имеет злокачественное новообразование, всем контактным лицам противопоказано введение живых вакцин. Поехали дальше. Среди вакцинальных препаратов также используются инактивированные вакцины. То есть они имеют меньшие свои иммунные свойства и снижается иммуногенность их за счет ультрацентрифугирования или формалинок, или какими-то еще химическими веществами. Какое же их преимущество? Они очень стабильны, высокая стабильность при хранении. При хранении они имеют очень высокую стабильность, но имеют же также свои недостатки. Они низкая иммуногенность. То есть необходимо для того, чтобы в организме был искусственный иммунитет, и он был как постоянно, нужно проводить ревакцинацию. То есть постоянно поддерживать иммунитет против данной инфекции. Есть рекомбинантные вакцины. Это генные вакцины, которые изготавливаются путем генной инженерии. Сюда относятся вакцины против гепатита B, также против гриба. Химические вакцины – это те вакцины, которые очищаются от антигена. Например, менингококковая, пневмококковая и так дальше. Также используем очень хорошо анотоксины. То есть что такое анотоксины? Они содержат инактивированный танцин, который вырабатывает возбудитель. К анотоксинам относятся дегтеринный и противостолбнячный анотоксин. Также вакцины могут быть моновакцины. Это вакцина против одной инфекции. Примером является против туберкулеза. Дальше имеют ассоциированные от нескольких заболеваний. Видите, коклюш, дифтерия, столбняк. Поливалентный – это против одной инфекции, но содержит несколько серотипов. К поливалентным вакцинам относятся пневмококковая, мингококковая и так дальше. Адсорбированные вакцины – это вакцины, которые осожженные на минеральных коллоидах с целью повышения их иммуногенности. То есть сюда относятся все вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка. В состав вакцин, кроме того, что они имеют антигены, они также используются консерванты, антибиотики, стабилизаторы, которые необходимы для предотвращения бактериального роста и для стабилизации иммунного антигена. Они используются в использовании вакцины. А теперь остановимся на календаре профилактических вакцинаций, которые используются в Украине. Вот видите, вакцинация против туберкулеза. Проводится живыми вакцинами BCG или BCG-M. В Украине она используется с 1948 года. BCG – это живая вакцина. То есть она вводится внутрикожной на третий-пятый день жизни ребенка. Формируется хороший поствакцинальный иммунитет через два месяца. Поствакцинальная реакция в виде папулы, пустулы, дальше рубчика формируется через 4-6 недель после вакцинации. Значит, противопоказанием для введения новорожденному вакцины против туберкулеза является, если ребенок вилл инфицированный, и данная вакцина противопоказана до установления вилл статуса ребенка. А также противопоказанием является, если масса тела при рождении ниже 2 кг. Если ребенок достигает массы тела 2 кг, проводит вакцинацию против BCG. Следующая вакцинация – это вакцинация против гепатита B. Она проводится моно- или комбинированными вакцинами, вводится в первые 12 часов после рождения ребенка, первая доза. Противопоказаний к введению вакцины против гепатита B не существует. Вводится всем новорожденным детям, даже если масса тела составляет около 600-700 г. Вторая доза вводится в 2 месяца жизни. И третья доза вводится в 6 месяцев жизни, или, как говорят, через 6 месяцев после первой дозы. Путь введения – это внутримышечный. Видим, используются комбинированные вакцины – гексоксимин, фанрикс, гекса. И моно-вакцины – это твинрикс и энжирикс. Значит, запомните, вакцинацию против гепатита B можно проводить в любом возрасте, в любом. Даже если вы начинаете вводить вакцинацию против гепатита B, начиная с 10-летнего возраста, единственное, что вы должны запомнить, что вводится 3 дозы. Первая, вторая – с разницей в месяц. Третья доза вводится через 6 месяцев после введения первой дозы. Следующая, которая подлежит вакцинации, – это вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка. Она проводится, видите, разными вакцинами, они адсорбированные, комбинированные вакцины. Их куча – инфанрикс, инфанрикс и ПВ, тетраксин, бустерикс, бустерикс-поли. Значит, вакцинация против дифтерии и коклюша проводится для образования первичного вакцинального комплекса в 2-4-6 месяцев жизни, первая ревакцинальная доза – в 18 месяцев, потом детям в 6 лет, а дальше раз в 10 лет, до конца жизни человека – до 60 лет. Раз в 10 лет вы должны вакцинироваться для поддержания штучного иммунитета, искусственного. Поствакцинальная реакция может быть местная, в основном, но может быть и общая реакция – это повышение температуры у ребенка на протяжении 2-3 дней. Дальше идет вакцинация против полиомиелита. Проводится вакцинами, инактивированными – это ИПВ, и оральное – это ОПВ. Проводится, видите, в 2-4-6 месяцев вакцинальный комплекс, дальше проводятся 3 дозы на ревакцинацию – это в 18 месяцев, 6 лет и в 14 лет. Значит, в нашей стране вакцинация против полиомиелита проводится инактивированной вакциной ИПВ, в 2-4 месяца в последующем проводится оральной полиомиелитной вакциной данной о вакцинации. Вакцинация против гемофильной инфекции проводится вакцинами ХИП. Видите, инфанрикс, инфанрикс – это гексексим, это комбинированные вакцины. ХИП и хиберикс – это моновакцина. Значит, она вводится внутримышечно, вводится трехкратно – в 2-4 месяца и в 12 месяцев. И существует такое правило при вакцинации ХИП-вакцины – если ребенок не вакцинировался на первом году жизни, дальше после первого года жизни вводится одна доза данной вакцины. От гемофильной инфекции вакцинация проводится до 5 лет. Если ребенок по каким-то причинам не был вакцинирован до 5 лет от данной инфекции, дальше данная вакцинация не проводится. Дальше идем вакцинация против кори, краснохи и эпидпаратита. Это комбинированная живая вакцина, которая вводится под кожу, и достаточно ввести 2 дозы для того, чтобы ребенок был вакцинирован против данных инфекций. Первая доза вводится в 12 месяцев, вторая – в 6 лет. Используется вакцина приорит. Если по каким-либо противопоказаниям ребенка до 6 лет не вакцинировали, ребенка вакцинирует, но обязательно ввести 2 дозы с разницей в 6 месяцев. Значит, если у ребенка есть анафилактический шок на аминогликозиды или на яичный белок в анамнезе, вакцинация против данных инфекций противопоказана. Ротовирусная инфекция. В нашей стране эта вакцинация является необязательной. Ротовирусная инфекция – это живая вакцина. Она вводится переорально, и достаточно введения 2 доз. Запомните, ротовирусная инфекция вводится только до 6 месяцев жизни, двократно. Используется вакцина Ротарикс. Почему до 6 месяцев желательно вакцинировать ребенка? Потому что если ребенок заболеет на ротовирусную инфекцию до 6 месяцев жизни, он может умереть от обезвожения, от эксикоза. И запомните еще раз, вакцинация не защищает… Ребенок может вакцинированный заболеть на корь, на эпидпаратит, на красноху. Вакцинация защищает от тяжелых форм, от энцефалитов, от архитов и так дальше. Следующий, например, вакцинация против гриппа тоже проводится по состоянию здоровья. Вакцинации против гриппа подлежат люди, которые имеют хронические заболевания легких, которые могут иметь бронхиальную астму, вилл инфекции, первичные иммунодефициты. Почему данных людей нужно вакцинировать? Например, сахарный диабет, потому что грипп является триггером данной инфекции. Как вводится вакцина против гриппа? Если ребенок до 5 лет, ему нужно вводить 2 дозы. После 5-летнего возраста вводится 1-кратно. Используется на современном этапе. Это ваксигрипп тетра инфлувак данная вакцина. Дальше также вакцинация по состоянию здоровья против пневмококовой инфекции. В Штатах и в Европе пневмококовая инфекция является обязательным. Она входит в плановую вакцинацию, в регламент, в календарь. В нашей стране, сейчас многие люди говорят о том, что нужно ввести ее в обязательный план вакцинации, но обязательно вакцинировать людей вилл, бронхиальная астма, видеть те же самые противопоказания. Используются следующие вакцины Синфлорикста и Привинар. И сейчас, когда стала ситуация с COVID-19, то массово людей начали вакцинировать от пневмококовой инфекции. Почему? Потому что вы все прекрасно знаете, что COVID-19 протекает, есть такое одно из клинических проявлений, как пневмония. То есть оно защищает от данной инфекции. Вакцинация по состоянию здоровья против менингококовой инфекции. Люди, которые подлежат спленектомии, в плановом порядке им нужно проводить вакцинацию против менингококовой инфекции. Это комбинированная поливалентная вакцина. Используется Менактро и Неменрикс, видите. Вакцинация вилл-инфицированных лиц. Значит, запомните, вилл-инфицированным лицам противопоказаны введение живых вакцин. Особенно, если нет неустановленных вилл-статус, до установления вилл-статуса противопоказаны все живые вакцины. Все другие вакцины им проводят, вакцинация по плану, как положено. Дальше, есть такое понятие экстренная постконтактная иммунопрофилактика. Она показана контактным неиммунным лицам при высоком степени заражения. Видите, здесь приведен столгняк и бешенство, но учитывая пандемию коронавируса сейчас, сюда же будет относиться вакцинация от коронавирусной инфекции. Особенно медработникам, потому что у них риск заражения очень высокий. Какое же протечение поствакцинального периода? К несчастью, может быть, естественно, могут возникать поствакцинальные реакции, могут возникать поствакцинальные осложнения. Поствакцинальные реакции могут возникать в 5-30% людей, которые подлежали вакцинации. Что такое поствакцинальные реакции? Это клинические лабораторные признаки, это нестойкие функциональные изменения в организме, которые проходят впоследствии бесследно. Поствакцинальные осложнения, к сожалению, это стойкие функциональные эморфологические изменения в организме, которые сопровождаются и приводят к значительному нарушению здоровья. К поствакцинальным реакциям относятся повышение температуры, в месте инъекции может быть боль, отек, гиперемия, головная боль. Например, на вакцинацию КПК могут возникать катаральные явления, могут возникать сыпь где-то на 7-10 день заболевания. Но все эти реакции проходят бесследно для организма. Поствакцинальные осложнения сюда относятся постинъекционный абсцесс, холодный абсцесс, анафилактический шок, судороги. Например, генерализованная БЦЖ-инфекция у лиц, которые были вакцинированы БЦЖ. Запомните, если у нас возникает поствакцинальное осложнение, мы должны подать экстренные извещения, где указывается возраст пациента, лечебное учреждение, где проводилась вакцинация, серия вакцины, название вакцины, страна-производитель, дата и так дальше. Пока происходит, если возникло данное осложнение, вы вакцину изымаете до установления ее свойств и так дальше. Это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Спасибо за внимание. Так.